Основные причины потемнения фритюрного жира. Основными факторами влияния является гарь, причинами которой являются кусочки обжаренных пищевых продуктов, отложение на внутренней поверхности ванн. Это может попадание соли, когда при посоле продукции в ванне для фритюра или выделении из продукта, как правило, сложного полуфабриката в высокой степени готовности. Попадание моющих средств, когда при использовании моющих средств, не предназначенных для обработки фритюрниц. Здесь приведена схема контроля качества фритюрного жира. По этой схеме видно, что надо соблюдать условия хранения, контрольный уровень доливки, заливки жира. Основные правила поддержания качества фритюрных жиров на предприятиях питания. Первое. Хранить фритюрный жир в закрытых емкостях при температуре 15 и 30 градусов. Количество фритюрного жира в резерве должно быть минимальным. Второе. Фритюрницы, неиспользуемые в данный момент, должны быть выключены и плотно закрыты крышками. Третье. При работе фритюрницы уровень фритюрного жира должен быть на уровне отметки на стенке ванны и постоянно поддерживаться во время работы. Доливать можно только свежий фритюрный жир. Четвертое. Нельзя накладывать сырые продукты в емкость и солить непосредственно над фритюрной ванной. Перед жаркой следует дать подсухать влажным продуктам. Четвертое. Необходимо соблюдать время и температуру жарки. Они должны быть постоянны. Температура перед жаркой и после нее должна быть одинакова. Термоизмерители фритюрницы должны быть откалиброваны. Шестое. После приготовления продукта необходимо дать фритюрному жиру полностью стечь. Не менее чем в течение 10 минут. Держая емкость под углом 45 градусов от себя в сторону. Седьмое. После каждого цикла жарки необходимо удалять взвешенные частицы из фритюрного жира и крошки продуктов со дна фритюрницы специальной лопаткой из нержавеющей стали. Восьмое. Это необходимо ежедневно или чаще фильтровать фритюрный жир. Девятое. Это фритюрницы необходимо чистить с помощью специальных моющих средств. Но в последнем этапе рекомендуется промыть фритюрную ванну небольшим количеством свежего фритюрного жира, а затем слить его. На предпятии должен вестись график чистки фритюрниц, а также график техобслуживания. Девятое. Фритюрницы необходимо чистить с помощью специальных моющих средств. На последнем этапе рекомендуется промыть фритюрную ванну небольшим количеством свежего фритюрного жира, а затем слить его. На предпятии должен вестись график чистки фритюрниц, а также график техобслуживания. Десятое. Вытерять поверхность фритюрницы можно только сухой ветощу. Одиннадцатое. Фритюрный жир необходимо заменить, если он спенивается. На края ванны появляется маслянистая пена и долго не исчезает после загрузки емкости с сырыми продуктами во фритюру. Выделяется дым на поверхности фритюрного жира. Цвет и запах фритюра не соответствуют параметрам нормального масла. Концентрация свободных жирных кислот превышает 1%, что определяется с помощью тест-полосок. Изменяются характеристики готового продукта, значит появляется по сторонам привкус, запах, продукт слишком темный или на поверхности появляются пятна, на вид слишком жирный, но консистенция слишком жесткая. Двенадцатое. Необходимо ввести график замены фритюрного жира с указанием состояния фритюра с каждой ванной ежедневно. Контроль качества фритюрного жира. Жиры, используемые для фритюрной жарки. Все жиры, поступающие на базы и предназначенные для фритюрной жарки продуктов, подвергают входному контролю на содержание вторичных продуктов окисления. Жиры, используемые для фритюрной жарки пищевых продуктов, должны содержать не более 0,5% вторичных продуктов окисления. При производстве изделий, жареных во фритюре, необходимо уделить внимание выбору фритюра, так как температура, до которой должно быть нагрет жир при обжариваемом продукте, зависит от природы последнего и способа обжаривания. Применение высоких температур ухудшает качество жира, вызывая его разложение, обнаруживаемое по появлению дыма. Температура дымообразования зависит от природы жира, его кислотности. Присутствие в составе жира свободных жирных кислот снижает температуру дымообразования. Понижение температуры дымообразования наблюдается в тех случаях, когда жир предварительно нагрелся более или менее продолжительное время. В связи с этим при обжаривании продукта жир не рекомендуется нагревать выше 195 и 200 градусов температур. Температура дымообразования жиров. Оливковое масло 148-165 градусов. Топленый животный жир 165 градусов. Подсолнечное масло 195 градусов. Кукурузное масло 215 градусов. Коровье масло 208 градусов. Хлопковое масло 223 градусов. Растительно-рафинированное масло 220 градусов. Пальмовый олень 230 градусов. Оливковое масло редко используют для фритюра из-за низкой температуры возгорания. А подсолнечное масло не выдерживает высокую температуру, образуя канцерогенные вещества. Соевое масло не используют в качестве фритюра из-за большого содержания в них минеральных веществ, витаминов и белков. При изготовлении изделия особое внимание уделяет качеству фритюрного жира. При длительном нагревании хранения жир окисляется. Первичным продуктом окисления является перекиси, который накапливается в жирах при хранении. В результате чего качество жира ухудшается. Он приобретает темную окраску и горький привкус. В связи с этим необходим строгий контроль за степенью окисления жира. Нельзя использовать для фритюра долго хранившийся и окислившийся жир. После 6-7 часов жарки жир сливают из фритюрницы. Фритюрницу очищают от крошек, пригаров жира. Остаток жира отстаивают не менее 4-х часов, затем отделяют от осадка и после органолептической оценки используют с новой порцией жира для дальнейшей жарки. Осадок утилизируют. Фритюр допускается использовать не более 40 часов. Повторное использование фритюра для жарки допускается только при условии его доброкачественности по органолептическим показателям и степени термического окисления. Это список использованной литературы.